Здравствуйте! В студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии». Когда-то в Советском Союзе люди мечтали приобщиться к западной культуре. Для поколения 60-х это было своеобразным протестом и стремлением к свободе. Но в то же время от цензуры определяло идеологически правильное искусство. Рок-музыка оказалась враждебной тоталитарному менталитету, а потому она была просто запрещена. И наш первый сюжет о том, как рождался грузинский рок. Вместе это трио играет в первый раз. Бас-гитаристу за 60, а ударнику еще не до 30. Молодые уже не знают, что поколение их отцов когда-то мечтало о собственной электрогитаре и о возможности сыграть ту музыку, которую они любили или которую писали сами. Если вспомнить советскую эстраду 60-х, то в основном тогда пели о космонавтах и шахтерах. А я вдруг услышал Джимми Хендрикса. Его музыка и для Запада была революционной. Так что говорить о стране, где мелодия, текст и громкость, буквально все должно было соответствовать какому-то дурацкому стандарту. В общем, для ребят моего поколения западная музыка и особенно рок были настоящим открытием. Вот так вот и все. Относительно и достаток был какой-то, никто не голодал, все стоило очень дешево, транспорт. Но вот главное, что могло, так сказать, возмутить задумавшегося человека, было то, что не поощрялось, во всяком случае, если не запрещалось, думать индивидууму по-своему, оценивать, делать оценки, так сказать, исходя из своего собственного интеллекта, собственного мировоззрения. То есть, вот эта музыка дала толчок, я считаю, что она разрушила вот этот общий строй, когда все шагали в ногу. Гитара и вокал – Валерий Качаров, ударные – Ника Качаров, а самый маленький в семье – среди зрителей. Валерий Качаров – бессменный лидер «Блиц», самой знаменитой группы на всем постсоветском пространстве, исполняющей музыку «Битлз». Во время перестройки, но еще в советские времена, в 1988 году, в самом Ливерпуле на конкурсе «Битлз» его группа заняла первое место. А все начиналось еще в далеком 1965 году, когда примерный ученик и отличник Валерий Качаров впервые услышал парней из Ливерпуля. И в его дневнике сразу же появились несколько двоек. Я учился в Академии художеств. Мы делали какие-то выставки подпольные и концерты, и все. Не знаю, может, просто КГБ симпатии тоже какие-то испытывало к этой музыке и к этому стилю. Во всяком случае, меня так особенно не преследовали. Меня вызывали несколько раз в КГБ. Беседа была очень такая милая и дружественная. Мы просто там сидели за столом, беседовали, смеялись как-то. А мой бедный папа ждал меня на улице и думал, что я оттуда уже не вернусь. Я возвращался в прекрасном настроении. Хорошие были ребята сами, эти КГБшники. Не знаю, может, мне везло всегда. Такие пластинки купить в советском магазине было невозможно. Винилу привозили те, кто выезжал за границу. В основном спортсмены и члены официальных делегаций. А потом уже с них делали многочисленные копии, которые расходились по всему городу. Первый диск «Битлз» это был Эбиро, который я увидел. Тоже одношкольника в руках, на улице. И мне сказали, хочешь купить это за 5 рублей? Я, конечно, согласился, но это был, конечно, розыгрыш. За какие 5 рублей такие диски не продавались. Все наше поколение, которое росло на этой музыке, искало и находило в этой музыке какое-то убежище, какое-то от той фальшивой во многом действительности, которая окружала нас тогда. Вова Могеладзе – один из немногих грузинских рок-музыкантов, которые добились успеха и в Европе, и на родине рок-н-ролла в Соединенных Штатах. Гитарист-самоучка, взявший в руки электрогитару после того, как услышал Элвин Али, не мог себе представить, что сыграет со своим кумиром на одной сцене. А в Америке создаст трио с еще двумя знаменитыми музыкантами – Тимом Боггертом и Кармином Эписи. На нас не обращали просто внимания. Нас серьезно никто не воспринимал. Ну что, кто-то там играет, там... Такие-то рок-н-роллы. Ну, да и пусть играет. Для нас серьезные сцены, серьезные гастроли. Это все было закрыто. И мы на это не претендовали. Нам лишь бы играть. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Буба, Грузия страна музыкальная и в общем-то увлекаться музыкой особых проблем не было. Богатый фольклор, богатая история, но приобщаться к мировой музыкальной культуре было сложно для вас. Как вы избегали вот этих запретов? Ну, запрет во всем чувствовался вообще в принципе, да? Что мне вам рассказывать? Вот, например, когда я пошел просматриваться в филармонию в 59-м году, и меня не приняли, там такая фраза была. Его хриплый голос отдает загнивающим западам. И этим все сказано, понимаете? Мы в подвалах собирались, в подъездах, где была акустика, гитара присутствовала всегда. Я еще до рок-н-ролльного времени помню, когда мы только вот джаз, тоже такое ганение испытывали все время. И я, конечно, этих ребят, они немного младше меня, о которых мы сейчас говорим, но уже я их знал, потому что они бредили гитарой. Уже. В основном все началось, наверное, Beatles, в смысле вой, уже от которой шел от души всех молодых людей во всех странах, потому что они увидели и услышали воочию, что вот этот жанр, он нужен. Всех трогает, смысловые песни, какие-то протесты, я не знаю, но потом столько групп появилось, и такие мощные были, что дальше было некуда. Естественно, от этого никуда молодежь не денется. И она тоже начала, я имею в виду Грузию, тоже начала свое что-то сочинять. Я помню, 80-й год, когда первый фестиваль прошел в Грузии, да, рок-музыка, никто не верил, что это может произойти. Ага, но мы как раз об этом сейчас будем вспоминать. Музыка выходила из-под поля, постепенно сталкиваясь с трудностями и преследованиями. Советская власть выпускала пар, разрешая полуофициальный рок. Другим приходилось жить двойной жизнью, оберегая личную свободу до лучших времен. Советская власть только говорила о свободе, мире и демократии, а рокеры и люди искусства создавали свой свободный параллельный мир. Грузия всегда пыталась жить иначе. В 80-м году в Тбилиси прошел первый советский рок-фестиваль. Фестиваль популярной музыки «Весенние ритмы» Тбилиси-80. Именно под таким названием прошло мероприятие, которое ознаменовало настоящую рок-революцию в Советском Союзе. На фестиваль съехались группы из самых разных регионов, от Прибалтики до Туркменистана. Музыка была жесткая, энергичная, порой провокационная. Одним словом, она всем отличалась от советской эстрады тех времен. Для нас это определенное постижение мира. Мы ищем при помощи его, в общем-то пытаемся осознать то, что вокруг нас действительно. Понимаете, это именно постижение действительности и выражение нашего отношения к этой действительности. Вот это для нас, собственно, рок-музыка. Рок у нас приобретает именно свое лицо, хотя он пришел с запада. Так мне кажется. А какое это лицо? Вот именно лицо, которое складывается из национальных каких-то черт, из национального фольклора, который в каждой группе присутствует. И нравится сама обстановка этого фестиваля. Видите, сколько много людей здесь. Грузия – это такая музыкальная республика. Грузия просто танцует вся. Фестиваль организовали Грузинская национальная филармония, Союз композиторов Грузии и Центральный комитет Комсомола Республики. Среди организаторов был и музыкальный критик Артемий Троицкий. У нас же тоже живут нормальные молодые люди, а не зомби. Значит, они тоже хотят танцевать, значит, они тоже хотят веселиться. И точно так же, как в других странах, у них есть желание что-то сказать, у них есть желание спеть что-то отличное от того, что поют в больших залах, то, что пишут профессиональные поэты и композиторы. Ну и добавок еще у них есть такая энергия. На фестивале не обошлось и без скандала. Музыканты группы «Аквариум» во время выступления так возмутили жюри, что сразу же получили дисквалификацию. Но это не помешало группе стать открытием фестиваля. «Аквариум» дал полноценный концерт в городе Гори, который прошел с аншлагом. Мы играем то, что мы хотим. Поэтому мы не профессионалы-любители. А что на самом деле вы хотите играть? Музыку. Как можно больше. Как можно больше разной музыки. В итоге главный приз. Первое место получили магнетик-бэнд из Сталина и еще одна группа, которой советская партийная номенклатура не слишком симпатизировала. Машина времени. Я был с собой в разлуке. И никого помочь мне не просил. Все лауреаты фестиваля были включены в двойной альбом, который выпустила студию звукозаписи «Мелодия». Хотя советская власть больше не разрешила проведение подобного фестиваля, цель была достигнута. Никому неизвестные или малоизвестные музыкальные группы получили признание слушателей. А советский рок новых лидеров, популярность которых росла в стране из года в год. Пока не меркнет свет, пока горит свеча. Но верил я, не все еще пропало. Пока не меркнет свет, пока горит свеча. Вы смотрите программу «Территория демократии». И прежде чем продолжить разговор с Бубой, я хочу задать несколько вопросов известному музыкальному критику, российскому критику Артемию Троицкому. Артемий, в чем была проблема, в чем был конфликт между поколениями, когда советская власть, в общем-то, преследовала очень многих рок-музыкантов? Я и мои друзья, мы очень любили рок-музыку. Сначала зарубежную, по мере появления, и нашу советскую тоже. Что касается, скажем, товарищей из Министерства культуры, Союза композиторов, ЦК КПСС и других инстанций, там рок-музыку очень не любили. А с какого-то момента, когда почувствовали опасность, исходящую от этой самой рок-музыки, а произошло это в начале 80-х годов, стали делать попытки как-то эту музыку раздавить или хотя бы максимально приручить. Как повлияло проведение рок-фестиваля на развитие рока в Советском Союзе? Фестиваль «Тбилиси-80» был очень важным, но в контексте нашей рок-музыки в Советском Союзе, в России, можно сказать, даже историческим, поскольку фактически этот фестиваль легализовал сам жанр рок-музыки на русском языке. До этого рок существовал в подполье, можно сказать, то есть в каких-то клубах маленьких, причем в клубах не в тех, которые сейчас клубы, а в клубах имеется в виду клуб чулочной фабрики номер 35, вот этот клуб. В домах культуры, студенческих кафе, общежитиях и так далее. То есть как бы его не было вообще в официальном медийном пространстве, его не было на радио, на телевидении, в прессе, просто не было. Вот после фестиваля в Тбилиси, который был достаточно масштабным и понаехало туда много корреспондентов, в том числе даже из таких очень солидных в то время изданий, как «Советская культура», орган ЦК КПСС, прошли какие-то сюжеты по телевидению, вышла пластинка на фирме «Мелодия» и так далее. То есть фактически это событие сам жанр рока легализовало. Разумеется, это было очень важно. Да, но почему этот фестиваль был проведен в Грузии, а не в какой-то другой советской республике? Ну, дело в том, что были тогда в Советской империи такие веселые либеральные окраины. Скажем, одной такой окраиной была Прибалтика, где, в общем-то, рок-музыка существовала более или менее легально. И проходили регулярно какие-то местные, скажем, эстонские, латвийские рок-фестивали. Ну, а с другой стороны была всесоюзная здравница, закусочная, хинкальная, винная, водочная под названием «Грузия», где, разумеется, тоже порядки были по причине просто отдаленности от Москвы и большей гораздо степени автономии, где порядки были гораздо более вольными, чем в Москве. В Москве точно такой фестиваль сделать было бы невозможно. То есть я пытался это сделать, поэтому говорю со знанием дела. В Тбилиси это было можно, потому что были энтузиасты, и эти энтузиасты находились на довольно высоких постах. В частности, мой друг Гайос Канделаки был директором Тбилисской филармонии. Вот, поэтому с их помощью, а также с помощью, кстати, замечательных композиторов грузинских, во главе с Геей Канчелли, который в то время еще в Грузии жил, мы и провернули этот фестиваль. Артемий, тогда, в советское время, рок-движение сопротивлялось советской власти. Это несколько было политизировано. Что происходит сейчас с рок-движением на постсоветском пространстве? К сожалению, народа нашего надолго не хватило. То есть таким вот серьезным честным роком, под который особо не потанцуешь, и в качестве застольных песен не используешь. Народ объелся в конце 80-х, снова захотелось что-то полегче, попсы и так далее. Ну и появились там все эти Ласковые Майи, Филипп Киркоров, и прочее, и прочее, и прочее. Мне кажется, что сейчас ситуация такая, что народ снова очень зол на существующий в России порядок. И есть у меня ощущение, что времена вот этого сердитого рока снова могут вернуться. Хотя я не думаю, что он будет играть такую же большую роль, как раньше. Просто потому, что в общем и целом музыка уже как-то отъехала на периферию интересов, как общечеловеческих, так и конкретно молодежных. Спасибо, Артемий Троицкий, известный российский музыкальный критик. Буба, вы были на этом фестивале? Помните? Меня не было, но я любительски смотрел кадры, потом снятые моими друзьями. Было здорово. И очень неожиданно это все было. И надо сказать, что в Грузии все это приветствовали. Вот сейчас Артемий вспомнил там фамилии и номинклатура. Ей тоже нравилось, я знаю, и слушали там дома, наверное, тихо. Ну, в общем-то, на рок-музыке была точка большая поставлена заранее. И поэтому это все удивляло, что это где-то появлялось. Буба, вот помимо этого фестиваля, но свобода, как известно, личная свобода, это запретный плод был в Советском Союзе. Каким образом вас это притягивало и каким образом вы пытались все-таки слушать то, что хотели? Напомню тем молодым телезрителям, которые не знают, были ребра. То есть такие самодельные пластинки. Там на ребручках у нас есть дома, я их храню. До сих пор? А? До сих пор. Да, дома есть, да, спрятаны. Дело в том, что были черные рынки, где продавались пластинки. Откуда они, кто их привозил, в общем, была такая спекуляция довольно дорогая. И мы все деньги, какие мы могли достать, копить, собирали на то, чтобы купить пластинку. Да, но Грузии еще повезло, потому что Грузия – портовая республика. Да, но это тоже играло свою роль. И я помню, села пластина кормилась от 50 рублей. Тогда это большие деньги были. И вот я сейчас вспомнил, когда первый раз я поехал в Америку, я почему-то думал, что там нас очень будут так тепло принимать, и, наверное, надо будет что-то дарить. И я все искал, что туда взять для людей, которым мы понравимся. И на улице Горького в Москве я, проходя мимо музыкального магазина, увидел диск. На обложке диска Владимир Ильич Ленин. Я из 10 штук купил. Да, это запись его выступлений. Да, речи Ленин. Я взял 10 штук. И, значит, мы уже в Нью-Йорке. Там тоже тогда диски довольно дорого было, если сравнить с нашими суточными. Вот. И Тима Кухарев, покойный пианист, аранжировщик, Ореровский, прибегает. Он был фанат вообще. Он собирал музыку, хорошо жал, джазовую музыку. В общем, он этим делом очень увлекался. И у него огромная куча пластинок. Он ко мне забежал. Я, говорит, нашел большой магазин. Сегодня, говорит, там распродажа. И мы пошли туда. В сумке у меня лежат вот эти 10 дисков. Саша, захожу в огромный магазин. И там такие будочки стояли. И в этих будках, значит, проигрыватели стоят. Ты ставишь пластинку, слушаешь. И на весь магазин слышно. Ну, естественно, менеджер с вас подошел очень вежливо. И что-то нам говорит. Я говорю, и одного Ленина вытянули из сумки. Он что-то не упал, когда увидел. Потому что нормальный человек не мог представить. Все, я догадался. Вы обменяли эти диски. Да, что там человек. Ну, пластинка. Или должен петь, или играть, да. Я говорю, 10 штук. Он говорит, бери, что хочешь. И мы взяли 10 двойных альбомов. Ну, я все, кого я любил. И всех, всех я собрал. И в это время он уже ставит прослушаться. А один диск поставил на это. И мы слышим, что мы не согласны, контрреволюция, что-то голос Тенина. И мы успели уйти туда с пластинками. Потом три дня боялись мимо праицы. Но на четвертый день решили спасти с той стороны улицы. Я вижу, что люди останавливаются. А шарашами, около витринной. Стоит, значит, пластинка с Владимиром Ильичом. Слева Джейс Браун. Справа Джо Кокер, по-моему, кто-то молодой. Нет, это так его. Литер Ричард. И люди, наверное, не могли понять, что уже завоевали русский, Америку. Почему Ленин там находится? Буба, я увлекаюсь роком. И когда я слушаю ранний украинский рок, то там очень много песен действительно о свободе, об изменениях. Русский рок, он поначалу был все-таки, ну, несколько лиричным. Я бы сказал, даже, ну, таким любовным более. Ну, они так его и представляли, наверное. То есть, это зависит от того, как ты представляешь себе свободу? Рок-н-ролл – это был большой, неописанный плакат молодых людей, которые рвались к свободе. Каждый ее по-своему представлял. И до сих пор мы все время говорим, что там свобода СМИ нет, этого нет, того нет. Это все не меняется, понимаете? Тогда, конечно, Троицкий правильно сказал. Рок очень большую роль сыграл. На территории Советского Союза. Как определяют музыкальные направления текущую историю страны? Ну, вот если сравнивать, допустим, Россию сейчас, сравнивать Грузию, сравнивать Украину, музыкальный мир каждой страны отличается очень сильно. И зависит от того, какая политическая система, и как люди готовы быть свободными? Такой вопрос очень интересный, потому что на сегодняшний день, на сегодняшний день определить по песням, то, что сейчас модно слушать молодежи в России, очень трудно положение страны. А еще и из-за цензуры на телевидении. Да, и цензура на телевидении. Поэтому, вот я помню, лет 15 или 10 тому назад была очень популярная одна песня в России. И когда вспоминаю, сразу почему-то ее вспоминаю, как молодой человек разговаривает с девочкой, потом говорит, что он всю ночь ждал ее звонка, включил магнитофон, потом он заснул, магнитофон перегорел. Вот это... Трагедия. Да, трагедия была. Вообще, попса, она никакого отношения не имеет, по-моему. Ни к чему. Абсолютно. Рок-н-ролл – это очень серьезная, умная музыка. Умная музыка. Мы на этом росли все. Ну, я немного старше, наверное, этих ребят, но рок имеет к джазу отношение. По своему желанию вырваться откуда-то, да? Я думаю, я ответил, да? Спасибо большое. Спасибо, Буба. Это был Вахтан Кикабидзе. Спасибо вам, что позвали. Известный, популярный актер и певец. Личная свобода, любопытство и талант побеждают запреты всегда. И борьба за свободу тогда в Советском Союзе только начиналась. Для многих людей на постсоветском пространстве она продолжается до сих пор. А музыка – это то, что внутри нас, в нашей душе, в нашем сердце. И в зависимости от вашего стиля жизни и вашего вкуса, это может быть воровская мурка или гимн свободе. Это была программа «Территория демократии». До встречи на следующей неделе. «Территория демократии» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин»